Добрый вечер, друзья! Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики сейчас 6 часов вечера по Москве, и мы начинаем наш вебинар. Как меня слышно? Как меня видно? Нужно ли убавить или прибавить звук? Да, вижу, что отлично, хорошо, замечательно. Сейчас как раз вы перед началом видели ролик, кто пришел немножко пораньше, это ролик из Вьетнама, был сделан в Вьетнаме, и просто на самом деле сейчас хотелось вам сказать, что блогинг, у вас у всех наверняка уже есть блоги, вы либо начинаете вести блог, либо уже ведете, и блог это замечательная возможность реализовать свои хобби в интернет и начать на них зарабатывать. И, как вы знаете, интернет-бизнес позволяет жить где угодно. Об этом я говорила очень задолго до того, как начала так жить, когда у меня был, когда у нас только начинался бизнес в интернет, и он как бы, ну, не то чтобы был прямо на 100% бизнес в интернет, но был где-то на процентов 70. Я всем говорила, что мы можем жить хоть на Луне, главное, чтобы был интернет, но на деле никогда не проверяли. Вот, и когда у нас окончательно уже со временем оформилось все в интернет, то мы смогли это реализовать. Поэтому я всем искренне этого желаю, желаю обрести такую свободу и возможность жить там, где хочется. Вовсе не обязательно для этого путешествовать, это уже на любителя, так сказать, но главное иметь возможность реализовать свои мечты, свои желания, и блог, я уверена, в этом помогает. Как он помог мне, так и поможет и вам. Ну что, друзья, такое предисловие, на самом деле, сегодня мы поговорим о прекрасном плагине, который создан специально для шаблона AB Inspiration, и сейчас, он вышел несколько месяцев назад, но сейчас я его доработала, и хотела бы еще раз рассказать о нем для тех, кто еще не знает, и рассказать о новшествах, которые вошли в этот плагин. Но для начала я хотела бы, друзья мои, задать вопрос. Есть ли у нас сегодня кто-то в аудитории, у кого еще нет блога или есть блог, но не на шаблоне AB Inspiration, поставьте минусики, чтобы я могла отличить звук от данного ответа. Поставьте минусики, у кого еще нет блога на шаблоне AB Inspiration. Ага, отлично, так, у нас есть. Дело в том, что я тогда сейчас сразу немножко подкорректирую нашу лекцию, чтобы немножко вести в курс дела. Тех, кто не в курсе, так сказать. Для тех, кто не знает меня, меня зовут Анфиса Бреус, я специалист-фрилансер по созданию настройки MLM бизнеса и бренд-блогов, то есть я долгое время занималась фрилансерством. Затем я разработала шаблон специально для сетевиков изначально, и назывался он AB Inspiration. В этот шаблон я вложила весь свой опыт, всю свою практику, всю свою работу, и лишь для того, чтобы отдать этот шаблон сетевикам, чтобы сетевики могли спокойно, без специальных знаний, без каких-то веб-технологий, создать профессионально и профессионально настроить блок MLM, блок бизнес-блог и так далее. Но со временем, сейчас уже шаблону почти три года, 23-го мы отмечаем день рождения, и очень быстро шаблон вышел за рамки сетевого маркетинга, и его заметили интернет-предприниматели, люди разных-разных специальностей, кто тоже хотел бы продвинуть себя в интернет с помощью блога и стали заказывать. Но всегда возникал вопрос, а только ли это для сетевиков? Поэтому я хочу сказать, что проект MLM-блог за час вовсе не значит, что он ограничивается только сетевым маркетингом. Этим шаблоном могут пользоваться абсолютно все желающие. А желающие те, кто хочет построить свой бизнес в интернет, неважно по какой теме, будь то ваши хобби, или вы что-то продаете, вам важно продвинуть себя в интернет. Вот как в жизни, да, когда вы общаетесь с потенциальным клиентом, вы больше 80% передаете невербальной информации, это голос, это, может быть, какие-то обоняния и так далее. Масса-масса моментов передается на подсознательном уровне. В интернет это сделать невозможно, мы не слышим голос, мы не можем к человеку прикоснуться и так далее. Поэтому единственный способ передать нашему потенциальному клиенту, передать информацию, показать ему, что вы специалист, что вам можно доверять, что вы реальный человек, что с вами можно иметь дело, это, друзья мои, блог. Нужно создавать блог и его вести. Это продвигающий инструмент и абсолютно обязательный для всех специальностей, что бы вы ни делали в интернет. Поэтому создавать блог самостоятельно достаточно сложно, потому что требуются определенные технические знания, ну и, в общем-то, сейчас технологии так развиваются, что лучше пользоваться готовыми решениями. Если вы, конечно, не собираетесь стать специалистом по веб-технологиям, если у вас нет такой задумки, то лучше взять готовое решение и сделать блог профессиональным сразу, чтобы потом не возникало массы вопросов, проблем и каких-то непонятных вещей, переделок. Очень часто такое бывает, когда ко мне обращались переделывать блоги, да, то есть делали-делали самостоятельно, потом обращаются, потому что он не работает, он не функциональный, он не делает то, что должен делать и так далее. В итоге обращались переделать, опять платили деньги. Поэтому я настаиваю на том, чтобы все делали блоги самостоятельно, не надо обращаться ни к каким фрилансерам, ну, это по желанию, конечно, вы можете, но я настаиваю на том, чтобы каждый специалист в любой области настроил свой профессиональный инструмент, то есть себя самого сделал в интернет, грубо говоря, да, блог, это вы сами в интернет, сделали самостоятельно. И проходя все этапы настройки блога, вот в частности шаблона AB Inspiration, вы проходите массу технических моментов по видеоурокам, они крайне простые. Вы просто шаг за шагом все заполняете, делаете полностью блог профессиональный, в котором уже все включено, все уже есть, все настроено, и вы можете даже похвастаться, что за такую настройку могли бы взять и 100, 200, 300 и 500 долларов какой-нибудь фрилансер, а вы сделаете это самостоятельно. Вот, такое предисловие по поводу шаблона AB Inspiration. Сегодня же речь пойдет не совсем о шаблоне AB Inspiration, а о дополнительном функционале плагины, да, плагины – это у нас дополнительные модули, которые прикрепляются как бы к блогу и расширяют его функционал. Так вот, специально для шаблона AB Inspiration и для всех пользователей шаблоном AB Inspiration был создан плагин, дополнительный функционал, который называется VP Form, живая форма. Вышел он в свет несколько месяцев назад, и уже некоторые даже пользователи, даже не некоторые, много пользователей создали формы у себя на своих блогах, но всегда возникал вопрос. К нам все чаще и чаще стали поступать запросы в техподдержку. Наши пользователи хотели поставить на блог слайдер, то есть, знаете, да, когда картинка меняется красиво, идет какой-то текст и ссылка на, допустим, статью или страницу, или какую-то другую страницу в интернет, такие презентационные, очень под шапкой они эффектно смотрятся. И чем больше таких запросов поступало к нам в техподдержку, в техподдержку проекта, тем больше я задумывалась, как это реализовать. Дело в том, что уже форма вышла, да, то есть, как бы, часть пользователей приобрели форму и установили, и если они захотят также слайдер, то им придется, по сути, брать другой плагин, модуль, отключать форму. Ну, в общем-то, как-то получалось не очень удобно, поэтому я решила, что слайдер мы включим в этот плагин. И вот как раз сегодня мы об этом и поговорим. Но поговорим еще немножко о форме, потому что у меня есть такое ощущение, что все-таки у нас есть люди, которые не знают, что такое форма, VP-форм, и у них нет на блоге данного функционала. Поставьте, пожалуйста, плюсики, есть ли кто-то, кто не знает, что такое VP-форм, и кто не пользуется данным плагином. Ну, понятно, кто-то вообще шаблоном не пользуется, а есть ли вот у кого-то есть все-таки шаблон, но не пользуется плагином VP-форм? Ага, вот вижу, есть, да. Хорошо. Ну, вот, собственно, для вас, друзья мои, я немножко расширю лекцию. Я вообще хотела рассказать только про слайдер, но все-таки раз есть у нас те, кто еще не знакомы с нашим потрясающим просто плагином, я немножко расширю лекцию, расскажу немножко побольше. Итак, начнем мы с формы. Ну, для начала, да, я смотрю, много у нас пользователей. Ну, отлично, друзья мои, отлично, у вас потрясающий шанс есть сейчас поставить такую замечательную вещь, как VP-форм. Ну, для начала я хочу сказать, как я говорила на прошлой лекции, позавчера, что 55%, почти 55% посетителей не задерживаются на сайте более 15 секунд. Представляете, да, вот человек приходит на ваш ресурс, 15 секунд, если он ничего не нашел, что его привлекло или, ну, что-то зацепило, и он бы перешел дальше или почитал, он просто уходит. 15 секунд и все. Поэтому крайне важно для нас, как для блогеров, как для людей, которые ведут блог, важно все-таки задержать нашего посетителя, но не просто задержать, а предложить что-то, что ему будет очень интересно, и как можно меньше заставлять его двигаться на нашем блоге. И такое место на блоге под шапкой самое эффективное для того, чтобы разместить туда самую важную информацию, самую, то, что вы хотите донести, самую суть. То есть, когда человек заходит на ваш блог, он тут же на первой странице без прокрутки экрана видит, к примеру, форму, да, ваш заголовок, форму подписки, ну, или, не знаю, на рассылку какую-то, какое-то обещание, буллеты и форма подписки. Вашему читателю никуда не нужно идти, он тут же видит, что вы предлагаете и как это получить. Скажите, замечательно, правда, хорошая идея? И доказательство этого вы можете видеть на блогах буру, интернет-предпринимателей, больших бизнесменов, которых вы все знаете, да и не только вообще бизнес, когда приходят в интернет, они часто делают на главной странице вот такие вот вещи. Я сделала несколько скриншотов, мы сейчас посмотрим. Вот, например, американский предприниматель, тоже он сетелит, смотрите, сразу под шапкой у него идет видео, его фотография, его, собственно, бесплатный материал какой-то, книжка и возможность подписаться. Далее, всем известный Олег Горячок, кто не знает, это владелец JustClick сервиса JustClick, тоже на его блоге, смотрите, сразу же под меню и под небольшой шапкой сразу же идет форма подписки. Обратите внимание, у него картинки со слайдами, да, то есть у него слайды меняются, его фотография, и форма подписки остается. Дальше. Ну, вот тоже американская предпринимательница, девушка, она тоже достаточно известный спикер, вот у нее тоже слайды, где она сфотографирована в разных, там, с микрофоном, без микрофона и так далее, видео и обязательно форма подписки. И вот таких примеров, на самом деле, очень много. Всем известный Владимир Довгань тоже у него на блоге, как видите, есть форма, Николай Латанский. Ну, в общем, таких примеров, на самом деле, можно привести много. Все уважающие себя и, ну, как бы, состоявшиеся, скажем так, лидеры сетевого маркетинга, либо просто бизнесмены или владельцы компании, они всегда представляют на главной странице возможность, вот даже вот Тинькофф, банк Тинькофф, как видите, да, на главной странице у нас фотография, по-моему, там тоже слайды и кнопка подробнее о карте, то есть переход на какую-то страницу. Вот, таких страниц, таких примеров вы наверняка видели много. Вот я сейчас пролистаю их все, чтобы вы тоже ознакомились. Эверноут, кто пользуется программой Эверноут, тоже там очень четко тоже слайды идут, и остается, как бы, ну, заголовок, описание и зарегистрироваться или войти. Вот, как создать такой блог с формой подписки? Со слайдами и под шапкой, ну, или слайды. Обычно у нас всегда есть три варианта, как вы знаете, да, это либо самостоятельно изучать, ну, как правило, нужны какие-то знания HTML, CSS, желательно, даже не желательно, а обязательно кодекс WordPress, потому что мы строим блог именно на WordPress, и чтобы туда вот все, шаблон вставить правильно, нужно знать кодекс. Нужно хотя бы на начальном уровне знать PHP программирование, нужно CSS стили и так далее. То есть, ну, достаточно, может быть, не миссия невыполнима, конечно же, все возможно сделать, но достаточно трудоемко и займет какое-то время на изучение, допустим, этих же технологий. Поэтому второй вариант – это обращение к специалисту, к фрилансеру, ну, как вы знаете уже, наверняка кто-то из вас уже обращались, имели опыт, это достаточно сложно найти хорошего фрилансера, сложно договориться, объяснить, что вы хотите, а потом, когда вы получаете результат, сложно договориться о переделке и так далее. Все это на самом деле тоже возникает масса проблем. И вторая, как бы, тоже отчасти проблема – это то, что вы не сможете работу фрилансера затем редактировать. Ну, например, вот вам приелась эта форма, да, вы хотели бы что-то поменять, естественно, вам нужно снова либо обращаться к фрилансеру, либо самому самостоятельно изучать технологии и редактировать самостоятельно. Тоже, в общем-то, не очень удобно. Я сама фрилансер, поэтому я знаю эти все вещи, я знаю, что к нам наши клиенты, когда мы интенсивно занимались именно фрилансерством, принимали заказы, то люди обращались и приходилось снова платить. Собственно, поэтому и родился шаблон об Inspiration. Я очень хотела подарить людям такой продукт, который бы они освоили самостоятельно и самостоятельно им управляли так, как им захочется. Меняли внешний вид, вставляли туда всевозможные вставки кодов, интегрировали с социальными системами, чтобы это все не пугало, и была возможность самостоятельно все это менять. На самом деле с шаблоном об Inspiration все очень просто. Итак, и третий вариант, как вы уже поняли, это вариант с плагином. Давайте мы познакомимся немножко с самим плагином, и я покажу вам сейчас ряд скриншотов пользователей шаблона об Inspiration, те, кто приобрели плагин VP-форм несколько месяцев назад и настроили эту форму у себя на блоге, и что у них получилось. Давайте посмотрим. Хочу сразу акцентировать внимание, что абсолютно все пользователи шаблона об Inspiration, все, кто сделали вот эту форму, у них нету каких-то особых специальных знаний в дизайне или вот то, что я перечислила веб-технологии. Если кто-то сейчас узнает свою форму на скриншоте, вы можете подтвердить в чате, напишите, как было сложно создавать, легко, ну и какими знаниями вы при этом обладали, может быть, какими-то секретными. Итак, поехали, давайте посмотрим, что у наших пользователей получилось. Ну да, первое, кстати. Вы через этот сайт входили на вебинар, но наверняка никто из вас не догадался, что данный сайт, данный ресурс создан на шаблоне AB Inspiration. Кто-нибудь вообще догадался, что это AB Inspiration? Я думаю, что никто не догадался, он совершенно выглядит оригинальным и не похожим ни на один сайт. Но это AB Inspiration. И заметьте, под шапкой идет как раз плагин формы, где мое видео, с правой стороны приглашение на вебинар и форма подписки. Это все AB Inspiration и плагин WP Form. Так, идем дальше. Ну и вот, собственно, пользователи. Блок Анатолия. Значит, на что мы сейчас смотрим? Это все шаблон AB Inspiration, да, мы это зафиксировали. Под шапкой и под меню идет блог, и вы сразу будете его видеть, и этот блог идет с заголовок обычно, какой-то фон и форма подписки. Вот смотрите, как оформили пользователи по-разному свои блоги. Вот здесь, заметьте, прозрачный фон можно сделать, какой симпатичный. Вот Татьяна и такой тоже, видите, прозрачный фон. И, кстати, еще знаете, на что обратите внимание, когда будете смотреть? Насколько форма интегрирована в дизайн шаблона. То есть они как одно целое, не просто какое-то, не знаю, ну, приклеенное что-то, да, лишнее, а оно интегрировано, оно смотрится как единое целое. И, кстати, это еще одно преимущество ставить такую форму на главную страницу под шапку. Потому что, когда вы это делаете, у посетителя не возникает раздражения, что его что-то пытаются втянуть. Форма смотрится как часть дизайна, как часть контента. Она не раздражает, как, например, поп-ап, да, вот вы все знаете, поп-апы всплывают, когда человек пытается уйти с сайта, со странички. В итоге очень многие даже отключают вообще показы поп-ап, потому что они действительно раздражают. В боковой колонке можно не заметить форму, в конце статьи можно вообще до нее не дойти. Вот, и когда у нас под шапкой стоит форма, это очень гармонично смотрится. И вот, как, обратите внимание, на все абсолютно шаблоны они не раздражают, они очень, как бы, хорошо подобраны. Вот, Оксана вот так вот сделала практически в шапке. Вот тоже это, как бы, вот, АБ Inspiration, смотрите, вот фон всего, Роман поставил себя в центр, да, и вот форма подписки тоже очень получилась эффектно по-деловому. Вот тоже свой хлеб с любовью. У нас был конкурс на лучшую форму, на лучший дизайн блога, да. И вот, кстати, вот этот блог победил у нас, первое место занял. Дальше. Ну, вот наверняка все вы знаете или слышали проект «Твой пиар», по-моему, называется, да, «Летушев владелец». И вот они тоже у нас приобрели этот шаблон, форму. Обратите внимание, у них форма с видеофоном. То есть, ну, сейчас на картинке, понятно, не видно скриншот, но там какое-то действие происходит, это видео, то есть это тоже возможно сделать. И я покажу, когда мы дойдем, я покажу вам пример. Вот такой вариант. Смотрите, как здесь сделала очень удачно Светлана. Смотрите, здесь книга как бы выходит за рамки формы, она уходит на фон меню. Это тоже возможно сделать. Наверное, вы на моем блоге тоже обратили внимание, когда в форме, вот, моя фотография, и она намного выше, чем меню и шапка. То есть, можно за пределы картинку поставить. Тоже очень можно интересных эффектов добиться, особенно когда вы свой профиль ставите. Дальше. Ну, вот AvonCode мне вот очень тоже нравится этот блог. Замечательно, тоже красиво. Марина создает. Дальше. Светлана, смотрите, тоже прозрачный фон формы. Идем дальше. Всем слайды видны, друзья мои? Вы все видите? Там, наверное, голос немножко запаздывает. Я немножко буду ждать, когда у вас откроется. А, видите, да, все отлично. Вот, тоже смотрите, насколько гармонично. Отлично, друзья. Спасибо большое за ответы, да. Хорошо. Смотрите, насколько гармонично. Она не раздражает. Она прям как часть контента. И все просто замечательно выглядит. И все это, друзья мои, еще раз повторю, без всяких там кодов, никаких HTML. Боже упаси. Все вот. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Вот тоже мой блог. То, что я говорила. Видите, у меня голова намного выше формы. Она заходит даже на меню. Вот это все возможно сделать с формой. И рука тоже уходит за рамки блога. То есть, блог у нас границы, да, можно вывести. Можно достичь тоже интересных решений, и они, возможно, их реализовать. Итак, идем дальше. Как сделать форму с помощью... Так, смотрите, друзья. Еще раз сейчас акцентирую внимание, что в плагине WP form теперь есть два функционала. Два. Создать форму, блок формы, и блок со слайдами. Первое, что мы сейчас посмотрим, как создать форму. Вот то, что мы сейчас вот видели до этого, это все форма. Итак, смотрите. Когда вы ставите плагин и его активируете, у вас на блоге с левой стороны меню в админке появляется новый раздел форма. И в этой форме есть подраздел, опять же, форма и слайды. Итак, когда вы переходите в раздел форма, это значит, что вы собираетесь настраивать форму. Вся настройка, друзья мои, вся настройка этого чуда заключается на одной странице. Вот смотрите, вот все, вот это одна страница. Это все настройка такого сложного и мощного функционала. Значит, что мы здесь видим? Смотрите, в самом начале, на самом верху у нас идет предпросмотр. Предпросмотр – это значит, что вы видите в точности то, когда сохраняете настройки, то, что будет у вас на блоге. Предпросмотр повторяет дизайн вашего блога. То есть то, что вы создадите в AB Inspiration Design, какой внешний вид, он в точности здесь повторится. И вы будете видеть, как форма будет выглядеть на вашем блоге. Даже еще не активировав ее, и не, как бы, ваши читатели не будут ничего видеть. Дальше, смотрите, под формой у нас идет блок такой, где вы отмечаете галочкой, что будет отображаться, какие элементы. Из элементов у нас доступны заголовок, подзаголовок, список, призыв к действию, призыв подписаться, да? Это гарантия, изображение, видео, форма подписки и плавающий фон, такой полупрозрачный. Вот вы можете сами решить, что будет отображаться на вашей форме, просто поставив галочку. А сама настройка элементов, то есть, например, хотите вы настроить заголовок, написать текст, выделить как-то его особым шрифтом и так далее, вы идете чуть ниже. Посмотрите, там внизу у нас есть вкладки «Ширина, высота, отступы блока», фон блока, заголовок, подзаголовок и так далее. То есть, то, что вам нужно настроить, вы переходите в эту вкладку и настраиваете. Сейчас мы эти вкладки просто пройдемся, посмотрим поподробнее. Итак, первое, что мы посмотрим, это вот «Ширина, высота, отступы», что внутри этого блока, да? Мы можем выбрать, будет ли отображаться на главной или на всех, выбрать ширину в соответствии с шаблоном об Inspiration, то, что вы выбрали, назначить высоту блока и отступы. Все очень просто, согласитесь. Настроили первую вкладку, идем во вторую. Фон блока. Посмотрите, раньше, то, что как раз я и говорила, сейчас у нас появились слайды, это в новой версии. Раньше у нас была возможность выбрать фон, либо цветы изображения, либо видеофон. Сейчас же есть возможность выбрать еще и слайды. Вот сейчас открыта как раз вкладка фон блока и возможность загружать слайды. Сейчас я быстренько переключусь и покажу вам видео, пример с видеофоном. Это интересно, просто вживую это не очень показать, поэтому я заранее записала видео. Сейчас оно немножко подгрузится, и вы увидите, как работает видеофон. Это тестовый блок, здесь особого дизайна нет, просто шапка, ну, белый-синий цвет. И видео, кстати, фон я взяла специально, потому что вы его узнаете. Это видеофон с сайта PayPal. Кто пользуется PayPal, это система проплат, платежная система, то вы наверняка на главной странице видели вот такой вот видеофон. Поэтому я взяла абсолютно цветовую гамму PayPal и вот создала такой у себя на тестовом блоке, чтобы вы тоже посмотрели, как это можно, как это вы можете сделать сами, сами, да, не будучи программистами. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот, как видите, текст остается на месте, а видео ваш посетитель будет смотреть по кругу, то есть оно зацикленное, оно будет постоянно, как бы, проигрываться. Вот такой вот замечательный эффект вы можете сделать у себя на блоге. Друзья, поставьте плюсик, если вы видите сейчас видеофон, и вообще нравится вам такой, такая возможность сделать на блоге видеофон. Отлично, да, все, видите, все посмотрели, здорово, здорово. Ну что ж, возвращаемся мы. Замечательно, экспериментируйте. Многие немножко боятся экспериментировать, но видеофон я тоже к себе хочу на блог расставить, уже подготовил, это будет интересно. Итак, идем дальше. Сейчас, друзья, я открою снова. Так, слайд, на котором мы остановились. Хорошо, так, мы смотрели, значит, фоны, да. Значит, еще раз повторю, что у нас есть возможность поставить фон, цвет изображения статическое, да, можно просто цвет, видеофон, как вы сейчас видели, пример, и слайды. Ну, слайды, понятно, я не буду сейчас демонстрировать, это просто будет меняться картинки, которые вы сюда загрузите. Итак, следующие у нас идут настройки, заголовок, подзаголовок, и призы подписаться. Они одинаковые по настройкам, там нужно будет просто прописать текст, написать текст, отформатировать его, то есть выделить жирным какой-то цвет, какой-то шрифт и так далее, как вам нравится, вот, и это будет отличать три, заголовок, подзаголовок и призы. Список немножко отличается, здесь вы можете выбирать из набора буллеты, картинки, также можете выбрать какой-то шрифт и выбрать размер, цвет. Дальше идем. Картинка, как вы уже видели, картинку вы загружаете и можете выносить даже за пределы формы, что может, нужно добиться красивого эффекта. Дальше смотрим. Видео. Из видео вы можете выбрать три варианта. Видео, которое загружено на YouTube, вы можете сюда установить. Vimeo, либо MP4. Это видео, которое вы загружаете себе на хостинг. Здесь вы можете поставить галочку и включать его автоматически, когда он начинает проигрываться, как только загрузится. Границу обозначить и тень даже можете выбрать, ну, будет ли отображаться тень. Дальше плавающий фон. Плавающий фон – это такая подложка цветная. Вы можете выбрать цвет, прозрачность и закругление. Таким образом вы можете выделить как бы либо форму, вот как у меня на блоге установлена, у меня форма, подложка, либо, допустим, текст какой-то и так далее. Ну, можно тоже поиграться с этим, сделать интересные решения. Дальше стиль полей и кнопки формы подписки тоже здесь достаточно… Это, пожалуй, самое здесь большое по настройкам, но можете поиграться. Здесь можно выбирать тень от полей, границы и так далее. То есть здесь вы можете все сделать так, как вам нужно. И последнее – это автореспондер. Это, значит, сервис рассылки писем. Мы выбираем и Smart Responder, Just Click, Get Response, либо просто ссылка. Если вы выбираете просто ссылку, то, понятно, да, у нас поля для ввода имени и e-mail исчезают. Остается только кнопка. То есть это тоже можно сделать. Ну что, друзья, на самом деле вообще очень просто создается это, потому что, смотрите, на предпросмотре… Да, вот еще один элемент, я уже про это рассказала, да. То есть здесь мы отмечаем галочками то, что мы хотим, чтобы отобразилось. Здесь просто. Так вот, как это все настраивается? Посмотрите, вот это сейчас на картинке вы видите предпросмотр в админке. Обратите внимание, все элементы выделены пунктиром. Видите, да? Хотите быть в курсе новостей? Пунктиром. Моя фотография – пунктиром. Форма – пунктиром. Это значит, что все эти элементы, это вот заголовок, подзаголовок и так далее, вы можете передвигать мышкой по экрану, куда вы хотите. Вы можете растягивать их, уменьшать, перемещать их на поле и так далее, и создать такую форму, как вы хотите. Ну, представьте, вы просто мышкой водите, нажали левой кнопкой мыши на заголовок и повели его вправо, или растянули его, сделали на всю ширину и так далее. Крайне просто. Самое, пожалуй, сложное во всей этой ситуации – это придумать, как у вас будет выглядеть форма. Это самое сложное из всего. Остальное все просто элементарно. Вот таким образом настраивается. Еще есть один элементик здесь такой интересный – это сетка тоже. Это в предпросмотре, смотрите, вот предыдущий слайд у нас был, он в точности повторял наш блог, да? Вот этот предыдущий слайд, в точности наш блог. Но если, допустим, вы сомневаетесь, где границы, боитесь за них выйти, чтобы четко у вас все ровненько было, вы под формой отмечаете галочку «Показать сетку», и у вас превращается ваш предпросмотр в такую клеточку, и вы по клеточкам уже можете более детально и аккуратненько все выстроить. Вот таким вот образом легко настраивается форма. Ну, на самом деле просто. Дальше идем. Как сделать слайды с помощью VP-форм? Ну, перед тем, как мы перейдем к слайдам, напишите, друзья, как вам кажется по описанию, просто это или сложно? Вот просто вы сейчас слушаете, понятно, что вы мышкой не водите, что вам сложно это представить, но как вы считаете, сложно это или просто? Да, друзья, просто смотрите, у меня есть видеоурок по настройке данного плагина, по настройке данного плагина. Верите или нет, но никто его не смотрит, все просто заходят и делают все совершенно понятно, интуитивно. То есть люди, наши пользователи даже не смотрят видео, которое я записала для настройки этого плагина. Просто берут, устанавливают и тут же все делают, все получается. Вот так вот, отлично. Хорошо, вижу, что всем нравится и все понятно. Теперь перейдем к слайдам. Итак, второй функционал, который встроен сейчас в новый плагин, обновленную версию. Хочу обрадовать сразу всех пользователей плагина VP-форм, те, кто купили его раньше. Все вы пользователи, все, если кто-то среди нас сейчас есть, пользователи VP-форм, получите обновление, естественно, бесплатно. И, естественно, слайды тоже пойдут как вам в подарок в честь трехлетия шаблона, ну и Нового года, соответственно. Итак, идем по функционалу слайды. Первая страница, которую мы будем видеть, когда переходим на страницу слайды, она еще проще, друзья мои. Форма сейчас покажется сложной после просмотра, как выглядят слайды. Посмотрите, все на одной страничке, все понятно, все видно. Очень похож функционал на форму. Итак, сначала у нас идет предпросмотр, а внизу идут вкладки, которые нужно настроить. Их всего, раз, два, три, четыре, пять штук всего лишь. Итак, давайте по вкладкам немножко пробежимся. Что мы видим? Первое. Ширина, высота, отступы, фон. То есть мы настраиваем внешний вид нашего блока. На каких страницах он будет отображаться, только на главный или на все. Ширину блока, высоту, отступы внутри, отступы снаружи. Это вы уже поиграетесь, посмотрите, как это будет выглядеть. Общий фон, который не касается слайдов. То есть вы можете указать статический какой-то фон в виде картинки или в виде цвета. И тогда слайды будут тоже работать на фоне. Можно добиться интересного эффекта. Дальше идем. Следующие, слайды. На вкладке слайды вы загружаете, собственно, сами картинки. У нас три слайда. Были, кстати, вопросы у меня на блоге, когда я написала обзор об этом плагине. Были вопросы, а можно ли сделать больше слайдов. Друзья мои, на самом деле три это максимум, что ваши читатели смогут посмотреть. Поэтому больше-то можно сделать. И если будут запросы, конечно же, мы будем дорабатывать. Но поверьте, три это оптимальное число. Не будут больше смотреть. Поэтому здесь есть возможность загрузить три картинки. А с правой стороны написать текст каждому слайду. Из доступных элементов у нас заголовок, подзаголовок, описание и ссылка, куда будет вести кнопка, ну, при нажатии на кнопку, куда ваш посетитель попадет. Это может быть либо на страницу блога, либо вообще на какой-то внешний ресурс, как вы захотите. Идем дальше. Стиль слайдов. Здесь я снова покажу вам небольшое видео. Значит, смотрите, стиль слайдов, это значит, как они будут у нас меняться. У нас есть три варианта. Появление, перелистывание и дробление. Сейчас я покажу видео. А, ну, еще будет граница. Да, вы можете границу здесь назначить. Ну, это уже вы поиграете с этим. Итак, мы смотрим видео по тому, как будет меняться, как будет меняться слайды, возможности. Итак, первое появление. Сейчас у меня немножко подгрузится. Видео всего 30-секундное. Так, ну, я пока, пока грузится, я смотрю, есть вопрос, можно ли установить слайды без формы подписки. Нет, Татьяна, это один плагин. Это один плагин. То есть вы, у вас и форма, и слайды, но вы активируете что-то одно. Если вы хотите, чтобы показывались слайды, вы нажимаете на кнопку «Активировать» на странице слайды, и у вас будут показываться слайды. Если вы хотите форму подписки, то вы деактивируете слайды и активируете форму. Вы можете использовать, чередовать что-то одно, но это один плагин, один функционал. Итак, давайте посмотрим. Значит, первое – это появление. Видите, то есть у нас такое исчезает картинка, появляется. Перелистывание. Не буду комментировать, потому что мой голос будет немножко запаздывать. Просто посмотрите. Вот. Вот. Хорошо. Вот все три. Ну, немножко, может быть, у вас чуть попозже сейчас закончится. Я подожду. Хорошо. Вот. И еще тут вопрос, я уже по ходу сразу отвечу. Как уживаются функционалы входной страницы и форма? Можно ли использовать их одновременно? Ирина, да. Все, что создается для шаблона AB Inspiration, идеально работает между собой. Для этого, собственно, мы и создаем плагины, мы их тестируем. И, как видите, вот вы сейчас на экране, да, вот я остановила видео. Посмотрите, вот под слайдами как раз идет профессионально, быстро, самостоятельно. Это как раз входная страница. Понимаете, входная страница. Оно будет все работать идеально. Ну, если какие-то будут возникать вопросы, конечно, мы будем дорабатывать. Мы все время работаем над нашими продуктами, и вопросов не должно быть. Все работает у меня на блоге отлично. Так, идем дальше. Значит, появление, перелистывание, дробление. Вы можете выбрать один из трех вариантов. Идем дальше. Стиль текста. Ну, стиль текста, здесь, опять же, все понятно. Смотрите, вы отдельно настраиваете стиль заголовка под заголовка описания. То есть шрифт выбираете, шрифты все те же используются, что используются у нас в шаблоне. У нас в шаблоне очень много шрифтов, если вы знаете, есть рукописные красивые и так далее. То есть здесь вы можете все это гармонично тоже использовать вместе. Размер шрифтов. Будет ли он жирный, наклонный или с тенью. Вот три кнопочки после размера. Как видите, B, I, T. Это как раз жирный, наклонный и тень. Цвет выбрать и так далее. Настройка блока. Настройка блока вот чуть ниже. У нас, видите, есть настройка текста, настройка блока. Это подложка полупрозрачная, ну или непрозрачная, вы уже решите, здесь тоже это можно выбрать, на которой будет располагаться текст. То есть вы сейчас на слайдах видели, у нас есть картинка и есть, соответственно, вот такая цветная подложка для текста. Вы можете ее использовать, а можете не использовать. Здесь тоже стоит галочка на выбор. Вы можете выбрать ее цвет, прозрачность, ее ширину, какая она будет, будет ли она отображаться справа или слева. Это вы тоже решите отступы делать. И будет ли текст еще, смотрите, в самом низу анимация. Будет ли текст, каким образом будет появляться текст. Еще одно видео тоже посмотрим, коротенькое. Анимация. Как работает анимация. У нас есть пять вариантов. Пять вариантов. Пока грузится, я расскажу. Значит, текст может появляться на слайде. Просто появляться, да, вот как слайды, так, аккуратно, из ниоткуда, на месте. Второй вариант. Слева направо, справа налево, третий, сверху вниз и снизу вверх. То есть вы можете решить, как будет появляться текст на слайде. Давайте, потому что уже подгрузилось, посмотрим, как эти варианты будут выглядеть. Так, немножко еще грузится, я отвечу тогда на вопрос. Так, как быстро загружается главная страница с видео или слайдами? Замечательно загружается. Я как раз тестировала вариант, вот то, что я описывала на блоге, когда у нас страница, входная страница со слайдами грузится в два раза быстрее и легче она в два раза, по скорости в два раза быстрее, чем страница блога, когда у нас просто список статей. Все замечательно. Но еще, конечно же, не забывайте, конечно же, оптимизировать картинки для слайдов. Это никто не отменял, никто не отменял. Обязательно нужно, чтобы вы их уменьшали и делали их специально для веб. Это нужно обязательно делать, иначе они будут очень тяжелые. Ну вот, смотрим. Я не буду комментировать, потому что голос немножко будет запаздывать с видео. Вы просто посмотрите, как это, варианты. В общем-то, здесь понятно. Вот, вы можете выбрать тот вариант, который вам захочется, как будет всплывать текст. Отлично. Так, ну все, просмотрели, идем дальше. Идем дальше. Вообще у нас анимация включена и во входную страницу, и вот слайды тоже. Хорошо. И последняя вкладка – это стиль кнопки. То есть у нас, как вы видели, есть заголовок, подзаголовок и кнопка. Вы можете назначить ей цвет, текст, соответственно, на самой кнопке, ну и стиль текста, соответственно. Все, друзья мои, вот смотрите, вот такой вот функционал у нас есть. Давайте еще раз подытожим. Плагин два в одном, VP-форм два в одном, живая форма и плюс слайдер. Вы можете использовать либо живую форму, либо слайдер. Оба функционала включены в данный плагин. И вы можете чередовать, либо использовать что-то одно на ваше усмотрение. Чем помогает живая форма и слайды? Ну вообще плагин VP-форм. Для чего ставится? Давайте еще раз обобщим эту информацию. Во-первых, это увеличение базы подписчиков с блога. Очевидно, что блог, одна из главных, точнее, задач бизнес-блога – это превращение наших читателей в подписчиков, чтобы информировать их о новом материале или информировать о новых продуктах и так далее. Формы, которые у нас представлены обычно на блогах, это в боковой колонке, под статьей, поп-ап. Они имеют ряд недостатков, как вы знаете. Если в боковой колонке, это может человек просто не заметить, да, они уже приелись в боковой колонке, и только если ваш читатель, ну, действительно заинтересован в вашем блоге, ну, действительно он будет сам искать прямо информацию, да, на вашем блоге форму, то он ее обязательно найдет. Но так он может просто проскочить, не заметить. Форма под статьей, ну, знаете, да, что читатель может просто не дойти до конца статьи, не увидеть, опять же, эту форму. Поп-ап часто раздражает. Как вы знаете, они всплывают, эти окна, и многие даже отключают, как я уже говорила, появление окон в браузере. И есть еще ряд тоже, как бы, возможностей поставить разные формы, но все они имеют недостатки. Самое лучшее место для формы, это именно форма под шапкой. Это уже зарекомендовало себя, и как вы видели, у разных специалистов из разных областей, я показала скриншоты ранее, вы видели, что они ставят эти формы именно под шапкой. Вы можете разместить самую важную информацию на первом экране. Как мы уже говорили, что ваши читатели не задерживаются долго на вашем блоге, и очень важно сразу же, как только они зашли, показать им то, что, возможно, они ищут, предложить им что-то, от чего они не смогут отказаться. И лучшее место, опять же, это под шапкой. Это могут быть слайды, или это может быть ваша рассылка. Не важно, что вы разместите. Главное разместить туда вот эту вот ценную, важную информацию, чтобы ваш читатель ее сразу увидел. Направить еще читателей в нужные разделы блога. Ну, понятно, да, когда человек увидел, ваш читатель увидел информацию на слайде или в форме подписки, он переходит куда нужно, и, соответственно, вы уже немножко управляете. Так же, как с входной страницей, вы управляете процессом. И последнее, это придаст блогу солидность профессионализма. Ну, согласитесь, когда есть форма красиво оформленная, есть входная та же страница, сразу же совершенно другое отношение, и видно, что данный блогер или специалист действительно специалист, да, действительно, возможно, даже потратил очень много денег, чтобы заказать такие прекрасные дизайны у дизайнеров. Ну, вы никому не рассказываете, да, что в итоге все возможно сделать самостоятельно. Итак, как получить такую форму? Мы не делали скидки вообще ни разу с момента, с момента... Так, у меня слайды немножко не те загрузились, ну, хорошо. Значит, смотрите, мы... Единственный раз, когда мы делали скидку для VP-форм, это в день запуска. Там, по-моему, всего пару дней была скидка, больше скидки никогда не было. Сегодня для всех присутствующих, для участников вебинара мы делаем скидку 1850. Ровно столько стоил шаблон в день запуска. То есть по такой цене мы никогда его не продавали. И мы делаем эту скидку, этот слайд мы пропускаем, друзья мои. Эту скидку вы можете получить, перейдя по ссылке vpwebinar.ru. vpwebinar.ru до 20 декабря до 20.00, то есть до завтрашнего вечера. Промокод Анфиса. Сейчас вы еще на слайде видите цену, это цена на AB Inspiration. Кто-то тут уже спрашивал про шаблон. Еще раз повторю, да, что этот плагин создан для шаблона AB Inspiration. Поэтому если у вас еще нет шаблона AB Inspiration, сначала вы должны приобрести шаблон AB Inspiration, настроить его и затем уже установить форму. И опять же для всех участников, кто хочет приобрести форму и шаблон, мы и на шаблон тоже делаем скидку 2400 до 20 декабря до 20.00. Эти две скидки вы можете приобрести следующим образом. Перейдите по ссылке vpwebinar.ru, далее кликните по баннеру vpform либо шаблон AB Inspiration, дальше на следующей странице введите промокод Анфиса, большими буквами английскими, и вам высветится уже продукт со скидкой. Ну что ж, друзья, я готова ответить на ваши вопросы по, прежде всего, плагину vpform и вопросы, касающиеся шаблона AB Inspiration, если такие есть. Так, ну что, друзья, я вижу, что вопросов больше нет. Отлично, значит, все понятно. Замечательно. Если вопросов больше нет, тогда еще раз повторю, что сегодня мы говорили о плагине vpform, который приобрел дополнительный функционал Slider, и теперь вы можете использовать либо форму, либо слайды. В форме вы можете даже тоже слайды использовать, либо отдельно слайды. В общем, вариантов так много, а еще плюс к тому, что вы можете использовать разные фоны в форме, и видеофоны, и картинку, и слайды. В общем, на самом деле вариаций очень много, и это все крайне просто настраивается. Вы можете создать свой блог совершенно уникальным, оригинальным, увеличить количество подписчиков, соответственно, придать ему какую-то солидность, оригинальность, ну и профессионализм, безусловно, и все это вы можете сделать самостоятельно. В команде с AB Inspiration, это шаблон специально для создания самостоятельного создания профессиональной настройки бизнес-блога, ну или MLM-блога, если вы сетевик, и плагина vpform, который создает форму подписки под шапкой. Самое лучшее место для этого, для таких целей. Ну что ж, на этом все. Еще раз про скидку скажу, что скидка у нас дается только на 24 часа, до 20 декабря, до 20.00 по московскому времени, вы можете приобрести данный плагин vpform за всего лишь 1850 рублей. Такая цена была только в день запуска, и больше она никогда не снижалась. Сейчас мы делаем для вас такой подарок, скидку, а также скидку на сам шаблон, который сейчас вместо 4880 рублей стоит 2400. Это последние, друзья мои, вот сейчас дни, последние скидки в январе мы поднимать будем цены. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, кто хотел бы сейчас, в преддверии Нового года, чтобы в Новый год выйти с новым блогом, с новыми идеями, с новыми реализациями бизнеса, приглашайте, давайте партнерскую ссылку, и вы получите комиссионные. Подскажите вашим друзьям, я уверена, они будут вам за это благодарны. Ну что ж, я рада была вас всех видеть сегодня, спасибо за то, что вы присутствовали, спасибо за ваши вопросы, и счастливого вам блогинга, хорошего вам выходных, завтра выходные, и успешного блогинга! Субтитры сделал DimaTorzok